Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и это первое видео, к которому я подготовила сценарий. Сегодня я хочу с вами поговорить о очень токсичных отношениях, о том, как можно сорвать психику в отношениях с нарциссом, и обзавестись прекрасными ментальными заболеваниями. Конечно же, я говорю прекрасные, скажем так, с сарказмом, потому что менталка это вообще не прикольно. Возможно, у меня не раз такие отношения были, но один раз были точно, и это я знаю на все 100%. Знакомство проходило в интернете, потому что я знакомлюсь в основном только в интернете, исключительно в интернете. Почему-то в жизни мне особо так-то не везло на знакомство. Но началось это знакомство как-то вполне себе приятно, то есть мне говорили приятные вещи, я чувствовала, что там меня любят, то есть общение с человеком было довольно хорошее и довольно позитивное. В принципе, почему я и продолжила развивать с ним эти отношения. В принципе, даже в первое время у меня друзья на это нормально реагировали, то есть у меня даже друзья были, прикинь? Были друзья какие-то, были у меня подруги, с которыми я общалась. Нормально, нормально я с ними общалась. Потом начались какие-то закидоны, по типу контроля, типа где ты находишься, я тебе не разрешал гулять, я тебе там это, я тебе забочусь, я же хочу как лучше, я знаю как лучше, ты не знаешь. И самое главное, вы не можете предугадать, когда человек какую реакцию вам выдаст, потому что шаг влево, шаг вправо и все расстрел. Это прям самое напряжное, что может быть в таких отношениях. Если не самое, то одно из самых. Потому что вы встанете утром приготовить завтрак и все, все, с хера ли вы помешали спать. Также я потом познакомилась с его бывшей, он очень не хотел, чтобы я знала, кто она и что она, и что она живет в моем городе. И, кстати, мы с ней до сих пор очень классно общаемся. Очень классная девушка. И я с ней разговаривала, она рассказывала мне, что в ее отношении было то же самое. Абсолютно то же самое, те же самые вот эти вот предпосылки. Угроза суицидам, если вы расстанетесь. Он ее убьет, он себя убьет, он вообще всех убьет. Требовал, как только не хватало ее внимания, он требовал его. То есть устраивал скандалы, истерики. Запрещал общаться с друзьями, сидеть только с ним, быть вообще только с ним. Также в таких отношениях этот человек может поднимать на вас руку. Может считать свои действия, только свои действия истинно правильными. И все, есть только его мнение, твоего мнения не существует. Если есть он, то есть только он. И все его должны слушаться. И это проскальзывает вообще везде. Ну, типа, реально везде. В творчестве, в словах. Вот в этом всем дерьме, блядь, только вот это вот. И все, и больше ничего. Это ужасно. Из-за этого у меня и подруги стали говорить, что как-то ты присмотрись получше. Не тот этот человек, за которого он себя выдает. Блин, я начинаю, я перестаю обобщать. Я переключаюсь именно на последнее. Я хотела обобщить, что мне не удается это. И у меня уже, ну, на тот момент была подломлена психика, потому что мои отношения, которые были до этого, они, ну, не сказать, что начались довольно рано. Да, они у меня начались в подростковом возрасте. И разрыв был, ну, очень для меня тяжелый. Я очень тяжело его восприняла. У меня тогда уже началась депрессия. Я уже тогда чувствовала себя не нужной никому. И это очень сильно повлияло на мое восприятие себя и окружающих в дальнейшем. И поэтому любое хорошее слово, которое было сказано в мой адрес, да, воспринималось мной чуть ли не как это вот. Пух, пух, все, любовь. После того, как мне стали ставить какие-то условия, у меня психика начала еще больше раскачиваться. И начались вот эти вот эмоциональные качели, когда вот все, я тебя люблю, жить без тебя не могу, а потом иди ты нахер, заебала. Там, на самом деле, очень много этого всего было. Отношения, как и предыдущие, продлились 4 года. И все 4 года мне устраивали эмоциональную вот такую вот раскачку. Там были и ссоры прям такие, что я просто захлопывала ноутбук и уходила вечером куда-нибудь гулять. Или курить, или не заходила сутки в интернет, потому что мне просто не хотелось контактировать с человеком. Было время, когда мы расставались. Ну, типа, через 2 года после начала отношений мы расстались. И в какой-то момент, ну, там его друзья мне писали, потом я сказала, все, блядь, не пишите мне, чтобы больше никто не писал, занесла всех в ЧС. Потом в какой-то момент мне стало очень грустно, я выпила бутылку какого-то ликера залпом. Ну, как это бывает, блин, набрала, набрала в скайпе вот с этого человека. Больше я так, разумеется, не делаю. Да если ты пьешь в одиночку, пей в одиночку. Родители поначалу, ну, как бы нормально относились и, по сути, даже не замечали ничего. К этому человеку я ездила сама и в первый раз. И вообще, в целом, больше раз я ездила. Потому что деньги у меня были, потому что я работала, в отличие от некоторых. Возможно, возможно. Это просто у меня такой шанс был работать. Типа, да, а не человек такой. И получается, что я очень много времени, очень много времени себя винила. Думала, что я такой человек говно, что со мной не надо связываться вообще никому. Мне говорили, что кому ты, блядь, нужна, кроме меня. Если вы слышите от человека, с которым вы состоите в отношениях, кому ты нужна, кроме меня, бегите. Просто бегите. Это будет сложно. Но бегите, потому что это прямое начало к уничтожению личности. После отношений с таким человеком вам будет очень трудно восстановиться. Очень трудно. Я до сих пор прорабатываю эту проблему. Из-за этого всего, из-за прошлых отношений и тех отношений, у меня была нервная булимия, анорексия. Я ела и выблёвывала еду. Ну, почти даже не потребляла калории, питалась водой с лимоном. Иногда ела гречку. Это вот просто для поддержания организма, чтобы не скатиться в какой-то полный аут. И быть хотя бы способной к чему-либо, к учёбе, там вот этому всему. Чтобы меня ещё родители не загрызли. И весила на тот момент килограмм сорок восемь. При росте сто шестьдесят семь. У меня был в то время обострённый гастрит. Была кихилокобактер. Я теряла сознание на солнце. И пониженное давление, которое у меня... Ну, возможно, не от этого. Но просто вот моё пониженное давление, это не воспринимали всерьёз. И всё вот это вот то, что у меня было, всерьёз не воспринимали, потому что говорили, что я прикидываюсь. Но говорили и в семье, и в отношениях. Потом у меня началась деперсонализация. Это когда ты смотришь на себя со стороны. Да, вот типа у тебя ощущение, что ты отдельно от тела. Просто есть ты и твоё тело. И ты вот наблюдаешь это как мультик какой-то. И не понимаешь вообще, что происходит. Тебе интересно, но, блин, типа это не ты уже. У меня ещё были нервные срывы. Из-за которых я начала себя резать. У меня до сих пор остались на теле шрамы после этого. И было несколько попыток стыда, потому что я уже вот как-то не могла так жить. Было очень мерзко, очень больно, очень противно и от себя, и от окружающих, и от того, что я перестала чувствовать какие-либо эмоции, кроме печали, боли, и мневы иногда. Я начала работать над своей психикой. Хотя поначалу у меня это не сильно удавалось, потому что мне совершенно явно была нужна медицинская помощь. Я потом её получила. И вот сейчас, до сих пор я хожу, у меня там диагноз есть поставленный, который вы можете посмотреть по подсказочке, вот где-то вот в верхнем углу будет. Альбомчик, ссылка на альбомчик. Вы можете посмотреть там, как я лечилась, через что я проходила, и к чему я в итоге пришла на данный момент. Видео периодически обновляются, я туда закидываю сейчас всякие с тренингов штуки. В общем, если вы состоите в таких отношениях, во-первых, вам эти видео могут быть полезны, а во-вторых, лучше их завершайте. Либо как-то подстраивайтесь, потому что вас это, скорее всего, доведёт до такого состояния, что жить вам просто не захочется. Заходите в телегу, если хотите пообщаться, подписывайтесь на канал, потому что, если вам будет интересно, я сниму ещё более подробное видео на эту тему. И расскажу эту историю, свои несколько историй на канале. Оставляйте комментарии, да, опять же, если вам интересно. Рассказывайте свои истории, мы потом тоже планируем снять видосик с историями подписчиков по темам про лунатизм, про отношения, там ещё про что-нибудь. Всем хорошего настроения, приятных долгосрочных отношений, всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!